Здравствуйте! С вами программа «Добро пожаловаться». Конфликты между соседями по загородным участкам в последнее время стали проявляться все чаще и чаще. Одни не могут поделить несколько метров огорода, других не устраивает лазь соседской собаке, третьим и вовсе не нравятся лица своих зазаборников. Междуусадебные войны – тема нашей сегодняшней программы. Ну что ты врешь? Зачем ты говоришь неправду? Подожди, подожди, слушай. Слушай. У меня приехали мерять Рощин, Шаркин и Керехов. Да Шаркин сказал, это, говорит, твой проем. Кто тебе давал? Это твое. Ничего плохое. Конечно. В деревне Никульское Нижегородской области, около Афонинского сельсовета, соседи ссорятся из-за земли. Сейчас у меня в настоящее время всего 9 соток земли. 9 соток земли. Так как у меня 5 соток земли, у меня забрала вот эта вот соседка, которая на это не имела никакого права. У нее нет ни документов, ничего. Я говорю, дайте мне этот самый документ, покажите, кто вам дал эту землю. Если вы дали за ваши успехи, там, пожалуйста, я извинюсь перед вами. И вопрос я больше никогда не буду поднимать. Кто меня фотографирует? Александр, а это правда, что вы вот у этого дома отняли 5 соток земли? Ни у кого я не отнимала, мне дал свой вкус. Все. В 1993 году Вячеславу Ивановичу Суровцеву в связи с покупкой дома было выдано свидетельство, где черным по белому было записано. Площадь участка 1149,6 квадратных метров, то есть 13 соток. Этому дому принадлежало 13 соток земли. Я стал платить за 13 соток то, что принадлежит этому дому. И вдруг сюрприз. Соседка отбирает почти 4 сотки в свою пользу. Дело может быть не в сотках, но за державу обидно. Неправильно ты поступила. Забрала 5 соток земли моей. На каком основании? Я обращался в сельскую администрацию. Я прихожу к ним и говорю, покажите мне, пожалуйста, документы. Кто дал ей эту землю? Они мне в ответ говорят, у нее все правильно, а документы мне никто не может показать. Администрация Афонинского сельсовета на стороне соседки. Суровцев грешит на круговую поруку. Показывает на другого соседа. Ей помог вот тот сосед, который как бы ее дальний родственник. Он бывший здесь депутат. И он ей сказал, пока, значит, стариков нет, значит, занимай эту землю. Они межу нарушили, они сломали межуание вообще. В общем, межи нет. Как мирно проводить межевание? Как доказать право на свою землю? Как правильно заявить свои требования в суде? Смотрите внимательно. То, что случилось, может случиться с каждым. А между усадебных войнах и их последствиях мы разговариваем с нижегородским адвокатом Еленой Губановой. Здравствуйте. Здравствуйте. Какие на сегодня темы наиболее востребованы? Ну, наиболее частые споры, которые встречаются сегодня, это споры о границах земельных участков, о так называемых наложениях земельных участков, об исправлении кадастровой ошибки. Почему возникают наложения земельных участков? Откуда это? Ну, это в основном связано с тем, что очень многие наши граждане получали землю еще при советской власти. В то время не было принято закон о государственной регистрации, недвижимое имущество сделок с ним. И, соответственно, не проводилось межевание земельных участков, как таковое. То есть границы земельных участков не устанавливались. Они устанавливались вручную. То есть представитель администрации местной рулеткой землял землю. Колышки вбивали. Колышки вбивали, совершенно верно. Забор ставили. Таким образом определяли границы своих участков. Теперь? Свидетельство выдавалось сельской администрации. Теперь закон требует для того, чтобы встать на кадастровый учет, для того, чтобы получить кадастровый паспорт, нужно обязательно провести межевание земельного участка. Мы должны куда заявить и кого обвинить в этой ошибке? Для начала я хочу вот что заметить. Когда проводится межевание, обязательно подписывается соседом, собственником соседнего участка, так называемая акция голосования границ. То есть он должен выразить свое отношение к тому, что у его соседа вот в этих границах находится участок вот такой площади. Если споров нет, если сосед согласен и подписывает этот акт, то, соответственно, тот, кто проводит межевание, он может идти в кадастровую палату и затем регистрировать право собственности на свой земельный участок. Если возникает спор, то для начала тот, значит, собственник, который обнаружил, что на его участок произведено наложение, ну то есть, например, часть его участка по документам принадлежит, оказывается, соседу, который, например, раньше, чем он провел это межевание, следует ему с заявлением обратиться в соответствующем земельную кадастровую палату. Земельная кадастровая палата проводит проверку, собирает комиссию и выносит решение, например, об исправлении кадастровой ошибки. За кадастровую ошибку кто несет ответственность? С кого спрашивают? Ты допустил кадастровую ошибку? Плати мне деньги. Ну вот, что касается материальной ответственности, здесь как раз это сделать практически невозможно, потому что, собственно говоря, межевая организация не виновата в этом, потому что они пришли и замерили по месту участок тот в тех границах, где показал собственник. И не их вина, что это наложение произошло. Оно могло произойти из-за того, что ее с землей долго пользовались, и, соответственно, эти границы, установленные в виде колышков или заборов, они просто сместились. Земельная кадастровая палата тоже ее сложно обвинять, так как она ориентируется на те сведения, которые межевая организация представляет. Можно, конечно, найти виновных, если явно видно, что участок принадлежит другому лицу. Суровцев землю перемерял, все точно, все сходится, и документы в наличии. К нам никто не приходил, не измерял нашу площадь, вот эту вот. А вот когда я нанял регион 52, они мне намерили 900 всего. А якобы тот из администрации, из сельской администрации приходится, он якобы намерил мне 10,6. Документы эти есть? Есть, есть. У меня эти документы все есть, они у меня все в наличии. А у соседки нет документов. И без документов, без доказательств такой успех. Струй этот дом, и там числится с того дня 13 соток земли числится. Есть документы полностью. А твоих документов кто тебе дал? Нету документов вообще. Ну у меня никогда ничего нет, только у тебя все есть. Так это официальные документы есть. Официальные документы есть, а у тебя ничего нет. Я же на суде спрашивал, покажи мне документы. Ты говоришь, они у меня дома. А почему у тебя эти документы сейчас фраза на землю на завещание у тебя? Верни его мне, верни. Документы и не волнуюсь! Мне оно не нужно! Зачем ты его святую? Какое святую? Мое? Не твое оно! Позвещение! Не волнусь! Отдам тебе документы! А документы у вас есть? Есть. А покажете нам? Вам документы нужны? Да, показайте нам, потому что мы телевизор, нам нужно показать. Покажете, да? Покажу, только из моей руки, я не вам. Хорошо. Ну зачем его снимать-то, для кого? Вы государственные телевизоры. Скандал не заводи. А я и не завожу. Я хочу чистой правды от тебя получить. Покажи мне на газ документ, который тебе давали на миллиметровке. Там у тебя четко сказано, сколько у тебя. У тебя всего 6 соток земли. У меня. А кто тебе сказал? А кто? Да я сейчас тебе подниму все документы, покажу из архива. У тебя всего 6 соток земли был на 85-й год. На 85-й год я был всего 6 соток земли. А ты приехал как завтра? А в 87-м году я дом купил. Да, в 87-м. Никто тебе не давал. Ну что ты врешь? Зачем ты говоришь неправду? Подожди, подожди. Суровцев ищет документы соседки на землю. Идет в администрацию. В администрации много не разговаривают. И не только с Суровцевым, но и с нами тоже. Алло. Ольга Павловна, добрый день. Добрый день. Нижегородское телевидение. Будьте добры, разъясните, пожалуйста, нам ситуацию, связанную с земельным участком Суровцева Вячеслава Ивановича в деревне Никульская. Невозможно правильно установить, да. И еще неизвестно, кто прав, кто виноват. Потому что он как бы говорит доказательство того, что эта земля принадлежит ему, именно эта граница. Он ссылается на какие-то старые там землеустроительства намеряли. А ведь это как бы не докажешь сейчас. Единственное, что сделать в межевании и выяснить точно, есть ли наложение их границ по их документам. Ну, опять же, это только способы межевания. Да, это только способы межевания. Так он никак не определит этого. Ольга Павловна, а почему Суровцев считает, что Афонинская сельская администрация землю выдала Сизовы незаконно? Ну, я не могу сказать за него, почему он так считает. Что он в свое доказательство может предъявить? Почему незаконно? И последний вопрос. Почему Афонинская сельская администрация, государственные учреждения, не желают встречаться с нами, с государством Нижегородской областной телерадиокомпанией? Ну, почему не желают? Пожалуйста. Я говорю, что я комментарии дам. Единственное, что я не хочу, чтобы меня показывали телевизор. Это мое право. Спасибо. До свидания. Пожалуйста. Всего доброго. Суд, однако, поддержал требования соседки. Суровцев недоумевает. И решение суда готов оспорить. И уже оспаривает. И тут важно понять механизм принятия решений суда. Как мирно проводить межевание? Как доказать право на свою землю? Как правильно заявить свои требования в суде? Смотрите внимательно. То, что случилось, может случиться с каждым. Истец, он неправильную позицию, наверное, занял в споре. Ведь он, судя по документам, он просил присудить ему площадь земельного участка большую, чем у него указано было в свидетельстве о праве собственности, выданную вот поселковой администрацией. Доказать этого он не смог. Потому что никаких других документов, подтверждающих этот факт, у него не было. И сам же просил признать это свидетельство недействительным. Я полагаю, что здесь, во-первых, ему надо было придерживаться тех данных, которые у него были в свидетельстве указаны. Эта площадь была все равно больше, чем та, которая у него в кадастре установлена. Суд-то мог бы сказать, вы вот очень много запросили, но у вас вот есть 1060. И присудить ему это? То есть суд-то тоже ничего не определил? Ну, вы понимаете, дело в том, что суд исходит из тех исковых требований, которые предъявлены истцом. Выйти за пределы этих требований он не может. Он должен придерживаться того, что просит взыскать истец. Другое дело, что суд, конечно, должен был бы разъяснить, наверное, истцу, что он не по правильному пути идет. Но мы не знаем, может быть, такие разъяснения проводились, так как мы протокол-то судебного заседания не видели. А вот считается, что земельный спор – это одна из самых сложных категорий. А почему? Ну, именно из-за этих нюансов, потому что здесь неправильно сформированные требования, они влекут в отказе, в удовлетворении иска. А как сформировать требования, очень часто сложно определить. Сурасов не сдается. Он надеется вернуть отрезанные метры и верит в справедливость. Я хочу восстановить справедливость. Мне чужого не надо, но я хочу, чтобы эта земля отошла ко мне, потому что так, как она принадлежит этому дому. Прошлое стирает границы не только с памяти, но и с земли. Начинается спор из-за соток метров, кустов, тропинок. Спор бывает настолько жаркими, что без суда не обойтись. Суд, в свою очередь, может присудить все, кроме добрососедских отношений. Да ты не трогай! Это мой забор! Я за него деньги платила, довольная! Так он привас! Ты чего улыбаешься? Ты одеваешься над человеком и довольная, да? А зачем? А зачем он стоять на моем участке? Ты докажи, что это твой! А что доказывать-то? У меня еще документы. У меня сейчас обмеры будут. Вот когда будут, вот когда обмеры будут, вот тогда пусть она использует. Вот тогда переставляйте свои столбы! Ну тогда переставляйте свои столбы! Сука, у тебя сейчас башки, блядь, вышибут. Пошла в нас. Так, снимай, снимай, смотри. Ты посмотри. Значит так, вот тогда будут все обмеры, тогда будут переставляться столбы. А сейчас, будьте добры, мой участок освободить от своих столбов. Я у вас их не отнимаю. За свои деньги купили. Пошла ты в облик, кто такая! Вы возьмите ваши столбы. Я хозяйка этого участка. У барановой соседка отрезала кусок земли. Обидно и непонятно. А когда непонятно, еще более обидно. В 68-м году я училась в пятом классе. Вот мама получила, мама с отчимом мы жили. Значит, резали землю и им отрезали вот кусочек. Значит, кусочек земли. Ну, далее все хорошо вот с этими соседями. А уже все нормально было. Этих еще не было. А вот эти соседи, они уже нарезали землю уже намного позже. Вот. И где-то, как бы вот эта история, о которой я хотела бы поведать, она, в принципе, началась с 2001 года, когда вот здесь уже дети стали хозяевами, здесь дети и родители, уже и внуки стали хозяевами. Вот и отсюда, как бы, началась вот вся эта история. А в чем причина? Почему вы не можете участок свой приватизировать? Как цивилизованные люди, соседи стали решать дело в суде. Соседка Глебова подала на Баранову иск в суд и проиграла дело. Как мирно проводить межевание? Как доказать право на свою землю? Как правильно заявить свои требования в суде? Смотрите внимательно. То, что случилось, может случиться с каждым. Во втором случае тоже кадастровая ошибка? Во втором случае тоже кадастровая ошибка. Видимо, между ними возникли с соседкой неприязненные отношения, как часто бывает вот по таким делам. И она обратилась уже в мировой суд с заявлением о привлечении своей соседки Глебовой, которая на нее в суд подавала, к уголовной ответственности по статье по побоям и по клювите. Глебова оправдали? Глебова оправдали полностью. Приговор вступил в силу, был обжалован. И, соответственно, теперь... Глебова подает суд на Баранову с просьбой о возмещении морального ущерба. Глебова совершенно права, поскольку по закону она имеет право, если в отношении нее был вынесен оправдательный приговор, она имеет полное право на реабилитацию, так называемую, и на возмещение ей понесенных материальных и моральных расходов. Теперь Баранова должна выплатить Глебовой 30 тысяч. А она не хочет? Ну, к сожалению, все процессуальные возможности она исчерпала, были поданы жалобы, но решение оставлено в силе. Суд, который установил правоту Барановой, только усугубил и без того непростые отношения. Поставила столбы, значит, была перепалка, она рвет столбы все подряд и раскидывает их. Ситуация переместилась из правового поля в то поле, на котором рядом не садятся. Даже больше, а больше уж и некуда. Вы реставляете свои столбы! Сука, я тебе сейчас башки, блядь, вышибу. Пошла в нас убила. В результате перепалки Баранова подает в суд на Глебову за грубость. А суд признал, что Глебова невиновна. Тогда уже Глебова идет наступление на Баранову. И Баранова должна ответить за оскорбление. А оскорбление по судебным оценкам стоит нынче 30 тысяч рублей. Получается, ни земли, ни денег. Ну, если они не договорятся, если все-таки у них разум не преобладает над их эмоциями, которые, наверное, у них не самые приятные сейчас по отношению друг к другу, я подозреваю, то, наверное, другого выхода нет. Они должны будут разъехаться, так как существовать они в состоянии вечной войны, наверное, не смогут. Но здесь есть выход. То есть можно все-таки подумать о том, что к обоюдному удовольствию закончить эту затянувшуюся стяжбу и заключить мировое соглашение уже на стадии исполнительного производства. То есть, может быть, заключить мировое соглашение о том, что, например, Баранова выплачивает, Глебова и там. Но, может быть, не всю сумму, может быть, частичную сумму, которую ей присудил суд в качестве возмещения материальных расходов и компенсации морального вреда. А когда уже нельзя подписывать мировое соглашение? Ну, когда решение уже суда исполнено полностью. Между прочим, согласно земельному кодексу, садовод, огородник или дачник может быть лишен прав собственности со всеми вытекающими последствиями за умышленные или систематические нарушения, предусмотренные земельным законодательством. Но это мы так действительно, между прочим, потому что знания закона лишним не бывает. В Одессе сенсационное ДТП. Блондинка на джипе сбила лошадь. В Пензе сенсационное заявление. Губернатор Пензенской области заявил, что плодотворно трудиться чиновникам мешают сотовые телефоны. В Киеве сенсационное событие. Депутаты Рады передрались из-за закона проекта о русском языке. Люди обычно ссорятся, потому что не умеют спорить. С вами была программа «Добро пожаловаться». Встретимся на следующей неделе. Всего вам доброго.